Это сапог, вот это туфли, вот это босоножка. Обувь бывает разная, но никогда не бывает без подошвы. А делают кожу для нее здесь. Еще только строили крепость, рубили Невскую перспективу, а в Санкт-Петербург устремились мастера всяческих ремесел. Пришли, конечно, и кожевники. Селились они на окраине. Сегодня это Загородный, Московский, переулок Ильича. Но северная столица развивалась столь стремительно, что кожевенные мастерские довольно быстро оказались почти в центре города. И в 1784 году указом императрицы Екатерины велено было кожевенные предприятия, дабы чистого воздуха впредь своими запахами не портили, из города за пределы удалить. 14-ти мастерским, наиболее крупным, отвели место в Чекушах, от Большого проспекта до Масленого Буяна, 26-я и 27-я линии. Разделили на участки. Седьмой по жребию достался вдове иностранного купца Анне Екатерине Фишер. Хозяева участков менялись, что-то строили, покупали, расширялись. И когда через сто лет, в 1847 году, дата рождения нашего завода, Николай Макеевич Брусницин с сыновьями купил два участка, в округе уже были кое-какие постройки. Цеха Балтийского завода, процветал трактир, работала таможня. Кстати, в таможне служил Александр Николаевич Радищев, поэтому позже завод назвали его именем. Само здание сохранилось. Сегодня здесь наше опытное производство. Строить брусницыны начали сразу, основательно, с размахом, с большим вкусом и, как видим, на века. Мрамор выписывали из Франции, архитекторов и скульпторов приглашали только знаменитых. Богатые были купцы первой гильдии. К первой гильдии относились те, кто объявит капитал от 10 до 50 тысяч. Тратили много. На одну только яхту миллионы не пожалели. Но учет вели до копейки. Занимались благотворительностью. Хотя старый брусницин и любил повторять о рабочих, это мои машины, да подешевле всяких будут. Но о них и заботился. Сейчас в этом здании академия имени Макарова. Раньше была богодельна для престарелых кожевников. Построили ее брусницына. При богодельне была и церковь. На освящение прибыл сам Николай II. Говорят, к его приезду улицу коврами застелили. Сославшись на неотложные дела, царь от обеда отказался. Но хозяев же все-таки наградил орденами. По тому времени завод, которым очень грамотно управляли два старших брата, был передовым. Все новое старались внедрить. Выписали из Германии Иосифа Дицгена. Известный в Европе специалист кожевник. Он налавил у нас прогрессивную технологию выработки кожи. Так выглядели цеха в конце прошлого и в начале нашего века. Первый электродвигатель появился у нас в 1922 году. Это, наверное, и положило начало механизации. Так работали, так жили. Завод строился, разрастался. Выпуск кож к 1925 году уже увеличился в 2,5 раза по сравнению с 14-м военным. В 30-е на заводе уже установили 34 мотора. Цикл дубления сократился в 10 раз. Это был огромный успех. Построили котельную для выработки экстракта диффузорную станцию. Кстати, это была ударная стройка первой пятилетки. Были у нас субботники по уборке территории. Вопросы решались сообща на собраниях, которые проходили прямо во дворе. Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин приезжал к нам. Проходили парт-конференции. Все как везде. Жизнь завода ничем существенным не отличалась от жизни страны. Любили групповые снимки. Считали за честь сфотографироваться на фоне знамени. Вглядитесь, может, кто и узнает своих близких. В 30-е стали чествовать передвеков производства. Первая премированная бригада – стахановцы. Позже появились орденоносцы. Со всем мальчишкой пришел на завод шлем Эльевич Липсон. В далекие 30-е. В цехе его любят. И все называют дядей Сашей. В Зольном, можно сказать, всю жизнь. Мездрильщик, слесарь, наладчик. Несмотря на годы, может заменить в цехе любого. Фронтовик. С первого до последнего дня. Война коснулась почти каждого из нас. Сотни рабочих ушли на фронт. Жены, матери. Дети заменили их в цехах. Завод продолжал работать. Город страдал от голода, обстрелов и бомбежки. На территорию завода упало около 250 бомб и снарядов. Так выглядел завод в те военные годы, которым руководил Соломанов Семен Яковлевич. Помимо общего блокадного пайка хлеба, у нас давали иногда кусок шкуры, из которого варили студень. Да, много людей погибло в эти страшные годы, но все же выстояли и победили. Вот они, наши славные ветераны. Самые теплые слова хочется сказать каждому. Пожелать всем здоровья, бодрости, сил. Людмила Ивановна Павлова, сразу после школы на фронт, санитаркой. Юрий Георгиевич Закрыжевский, ополченец. Андрей Алексеевич Тимофеев, партизан. Михаил Федорович Штыб, политрук. Александра Устиновна Посыпкина, блокадница. Анатолий Алексеевич Анучин, военный моряк. О каждом из них можно долго рассказывать. У каждого трудная и интересная судьба. Валентина Николаевна Красильникова. Ее знают многие кожевники страны. Случайно в 15 лет попала с экскурсии на завод, увидела и решила посвятить свою жизнь кожевенному производству. Школа, институт и 50 лет работы в нашей отрасли. От мастера до генерального директора объединения. Отличный специалист, прекрасный организатор. Очень много занималась модернизацией производства, его эстетикой. Под ее руководством завод изменился просто неузнаваемо. И до сих пор Валентина Николаевна энергично и, как всегда, в делах. Удивительная женщина. Около 30 лет существовало объединение имени Радищева, куда входили завод «Марксист», «Коминтерн» и наш в качестве головного. У нас, пожалуй, производство самое сложное. Очень остро стояли вопросы механизации ручного труда и транспорта. Наши специалисты вполне успешно и совершенно самостоятельно с ними справились. В старые времена товар перетаскивался на шестах. И в бане легко было узнать кожевников по вмятине на плече, так называемой шестовине. Кран-балки навсегда уничтожили этот тяжелый труд. Конечно, проблем еще много. Агрессивная среда, мокрые процессы, да и духами здесь не пахнет. Но ищут у нас на заводе, придумывают и внедряют. Мы первыми внедрили каскадные линии, обеспечив тем самым поточность. После раскроя товар попадает в хромовое отделение дубильного цеха. Загрузка барабанов механизирована. И средства механизации, и барабаны, разработки заводских специалистов. Новый пресс для отжима. Идея наша и наше исполнение. Жировальная станция. Здесь тоже все наше. Очень просто, удобно и, главное, надежно. Управляет всем этим один оператор. А этот пресс – в числении многочисленного оборудования, купленного за рубежом. С его помощью мы делаем ветблю и продаем за границу. Этот полуфабрикат нынче в цене. Конечное звено технологической цепочки – отделочный цех. В 70-е был оснащен новым чехословатским оборудованием, разводными машинами и гидравлическими катками. А так все в основном сделали сами. Решили проблему перевозки и хранения грузов. Построено несколько складов. Здесь, в складе готовой продукции, все разложено по сортам, запаковано, расписаны потребители. Приезжай, забирай. Без проблем. Завод специализируется по выпуску жестких кож. Но кроме этого, мы крупнейшее в стране предприятие по переработке мездры и шерсти. Линия разработана нашими конструкторами, а реконструкция цеха проведена собственными силами. Клей вареный. Завод в заводе. Наши КБ и механический цех полностью разработали проект и изготовили оборудование. Производительность труда значительно повысилась, численность уменьшилась. Теперь в смену работают всего шестеро. Выпускаем тысячу тонн сухого клея в год. Такого производства вообще нигде нет. Наши инженеры, техники и рационализаторы столько сделали для завода, столько напридумывали за эти годы, что если все перечислять и показывать, никакого фильма не хватит. Если КБ – голова, то механический цех – это руки. Золотые руки. Действительно, люди собрались здесь, такие, как Юрий Александрович Помецко, один другого лучше. Все делают квалифицированно и надежно. Взять хотя бы братьев Пономаревых. Листянщики – редкостные мастера. О таких говорят самородки. Вся заводская вентиляция сделана их руками. А этот цех – особый. Хозяйка здесь – Марина Демченко. О Марине Федоровне говорят – человек на своем месте. Говорят с уважением. Трудный у нее участок. Технические изделия. Из любого куска здесь так выкроет, что ни один сантиметр кожи не пропадет даром. Что на свете всех важнее, всех главнее, всех нужнее? Конечно, химия. Без химической лаборатории современный кожейный завод существовать не может. Главным в производстве кожи является вода. Наш завод потребляет около 6 тысяч километров воды в сутки. Лага – него рядом. А самое главное – это люди. 120 человек работают у нас более 25 лет. И многие работают целыми династиями. Ия Павловна Евлан. 14-летняя сирота, легко ранимая, пришла после войны. Получила профессию, попала в хороший коллектив, оттаяла. Сейчас и сын стал кожевником. Петр Маркович Шашанов – выдающаяся личность. Никогда не ищет выгодной работы. Настоящий русский мужик. А видели бы вы его с внуками, нежнее деда не сыскать. В этих трудных условиях других пока не предвидится. Люди работают, видят красивое и дарят это людям. Анатолий Дмитриевич Бармин уже давно увлекается живописью. Его картины не раз экспонировались и не только на заводских выставках. Евгения Романовна Калёкина – потомственная кожевница. Муж – Олег Дмитриевич Калёкин – крановщик в Зольном. Дочь и зять – тоже на заводе. Это самая большая наша династия. Внук – тоже наш родищевец. Ходит в заводской детский сад. К этому народу у нас отношение особое. Всё для них. Книжки, игрушки. Наш детский сад – один из лучших в городе. Этим мы очень гордимся. Мамы за них спокойны. А когда спокойны мамы, сами понимаете, и папы лучше работают. На детях мы не экономим. Летом они выезжают на дачу, а те, кто постарше – в оздоровительный летний лагерь в Сосново. Большую часть расходов завод берёт на себя. А хорошо-то здесь как. Так и хочется вернуться. В детство. Детям – детство, а взрослым – а взрослым решать проблемы. Где закупить сырьё, как сократить ручной труд, улучшить качество, сохранить кадры. Сплошные вопросы. Вот поэтому наш директор Николай Борисович Попов, его заместители и помощники, главные специалисты, обсуждают, просчитывают, решают, как жить за воду дальше. А в цехах, как и везде, ругают начальство, критикуют правительство, подтрунивают друг над другом, но без злобы. И вообще отношения между людьми очень добрые. При этой, мягко скажем, нелёгкой работе не потеряно чувство уважения друг к другу. От нас мало кто увольняется. Здесь выросли. Нельзя сказать, свыклись. Скорее, сроднились с заводом. Понимают в это трудное время для России, а значит, и для завода, надо работать. Есть у завода будущее. Обувь будет всегда, значит, всегда будет и завод. Завод имени Радищева. Ну вот и всё. Конец фильма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова